здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 3 сентября самый волшебный день удача будет сопутствовать каждому сегодняшнее видео вы все узнаете суббота 3 сентября принесет вам прилив сил позволит оставить в прошлом сомнений и тяготы удача будет сопутствовать ответственным и активным людям поскольку медлительность сегодня противопоказано этим благоприятным днем управляют 7 и 8 лунные сутки сменяющиеся в 14 39 поэтому первая его половина особенно подходит для творчества луна перебралась в знак стрельца поэтому вы ощутите готовность к любой активности неудержимый оптимизм и тягу к новым впечатлениям вместе с этим созвездия пробуждает людей философские размышления снижают и значимость привычных материальных забот в эту пору появляется особенно сильное желание приносить пользу совершать значимые поступки однако не пытайтесь действовать с горяча поспешные решения не будут правильными и могут стать причиной неудачи ближайшим будущим первое поле дня проходит под управлением седьмых лунных суток однако влияние приближающихся восьмых уже чувствуется вы можете ощутить желание заняться саморазвитием погрузиться в себя проанализируя действия совершенные ранее в эту пору нельзя совершать негативных поступков жаловаться использовать ненормативную лексику все высказанные слов пожелания сбываются при этом возвращаясь и к озвучивающим их человеку поэтому чаще желать и другим то чего хотели бы себе день наполнен сильной и благоприятной энергии которые необходимо использовать только вам благо даже один неблаговидный поступок может перечеркнуть все достижения и лишить вас позитивной энергетики свойственную периоду важно научиться слышать других людей избегая гордости и высокомерия тогда удача будет сопутствовать в любых начинаниях сегодня вы можете получить внезапную поддержку получить ценный совет реализовать давно составленные планы период становится удачным для обретения надежных покровителей поэтому не упустите свой шанс обращайте внимание на знаки судьбы и постарайтесь избежать суетливости чтобы в полной мере воспользоваться предоставленными возможностями не забывайте о проявлении разумной инициативы и активности направляя все свои силы исключительно на созидание сегодня вы получаете шанс отринуть все что тянет на дно отказаться от вредных привычек и восстановить старые связи разрушены из-за ссоры или недопонимания завершите день медитации отпуская все невзгоды и беды позвольте им сгореть воображаемом пламени не оставив даже следа это великолепный день для самой совершенствования причем вы можете изучать не только духовную литературу любая информация быстро запомнится и принесет пользу однако заниматься следует в одиночестве погружаясь в процесс учебы с полной отдачей только в этом случае результат будет особенно впечатляющим физические нагрузки укрепят организм если вы не будете забывать об отдыхе делайте паузы между тренировками и не допускайте переутомления если же вы ранее никогда не занимали спортом ограничить утренней прогулкой или скандинавской ходьбой в она советует день подходит для любых дел и проектов однако от составления новых планов стоит отказаться поскольку это время активных действий успешно будет работа над задачами которые не удавалось решить ранее поскольку сегодня вы ощутите необходимые для этого силы однако не стоит браться за все задуманное одновременно определительное более важное направление исследуйте им в противном случае вы лишь зря потратите время и энергию хорошая пара для командной работы поддержка и советы помогут справиться поставленными задачами гораздо быстрее общение с партнерами складывается идеально между людьми царит взаимопонимание доверие поэтому уверенно назначайте на этот день деловые переговоры или совещания однако для встреч с руководством время нейтральное возможно недопонимание поэтому отложите серьезный разговор на потом нежелательно заниматься крупными финансовыми операциями поскольку они могут принести убытки зато мелкие покупки или вложения окажутся удачными и поднимут вам настроение занимать одолжить деньги также не рекомендуется поскольку могут возникнуть сложности с возвратом приступая к работе по дому прислушайтесь к себе интуиция сегодня самый лучший советчик если вы чувствуете что настала пора генеральной уборки незамедлительно приступайте но не забывайте прерваться на отдых случае нежелания что-либо делать и ощущение что сил не хватит и наполовину задуманного дайте себе отдохнуть ограничившись только неотложными делами общение складывается идеально люди проявляют дружелюбие и с легкостью идут на контакт в эту пору вы можете завязывать новое знакомство общаться со старыми друзьями восстанавливать старые связи не жалейте для окружающих добрых слов и они вернутся к вам с торицей один из лучших дней для романтических знакомств и первых свиданий энергетика дня располагает приятному общению и вызывает взаимные симпатии поэтому шанс найти любовь как никогда велик люди состоящие отношения могут задуматься о следующем шаге таком как заключением брака или планирование ребенка день отлично подходит для любых поездок поскольку риск неприятных происшествий в дороге отсутствует сегодня удача сопутствует во всем что связано с путешествиями в пути вы обзаведетесь новыми знакомствами и получите массу приятных впечатлений днем правит сильная светлая энергетика поэтому нельзя заниматься практиками направленными на подавление воли запретом черной магии приворотные отворотные обряды хорошее время для целительства создание талисманов на богатство и привлечение удачи чтобы в доме всегда водились деньги для этой практике вам понадобится раздобыть монету в 5 рублей перед началом действом подержите ее под соленой воде после чего хорошо промыть и высушить и вечером положите на ладонь лев руки закройте сверху правой не меняя положение скажите к делам приступаю денежную удачу к себе привлекаю клад к себе домой завлекаю отныне живая богата денег полная хата истина проговариваю три раза когда закончили говорить уберите монету в кошелек или внутренний карман одежды и всегда носите при семье подпирайте ровно через месяц после чего заговорите новую это обеспечит вам постоянный доход чтобы в делах была удача для этой практике вам понадобится толстая красная нитка из натурального материала лучше всего использовать шерстяную отмотайте от копка 45 50 сантиметров отрежьте ножом затем начните завязывать узлы приговариваем нитка крутилась а у меня все получилось остановитесь когда узлов будет 12 сколько скажете разницы нет спрячьте получившийся талисман у порога под коврик расположите так чтобы всегда перешагивать нить при выходе из квартиры с этого дня удача будет во всем сопутствовать вам и остальным домочадцам раз в полгода меняйте нитку заговаривая новую а старую необходимо выбросить или закопать подальше от дома и чтобы укрепить здоровье если вы часто болеете молчитесь от хронических заболеваний которые не удается вылечить помогите себе магии а для этого светлое время суток останьтесь в одиночестве удобно сядьте и расслабьтесь закройте глаза если ваш недуг поселился в определенной части тела сосредоточьтесь на ней противном случае охватите мысленным взором все тело начните мысленно выталкивайте себя все ненужное одновременно скажите синий море белгорюч камень аллатырь упал вокруг него островок стал на тот остров силы светлые опустились с нечистью сразились стрелами синий дуги сразили огненными мечами все призоры и уроки разрубили топьем ломату поразили булавы и язвы разбили стало мое тело молодым и здоровым не берут его болезни и наговоры истина проговорить нужно три раза вы уже на следующий день почувствуете себя лучше но по народным приметам 3 сентября отмечают фандей проповедник рожденный 3 сентября отличается своей раскованностью в поступках и любовью открывать новые горизонты это сильные активные личности но при этом практичные и богоразумные талисманом для них является корнеол издавна на фадеи было принято убирать лен его требовалось сжать и разложить на лобу чтобы вышла влага потом женщины собирали лен изготавливать из него одежду и предмет им быта это единственное растение уборка которого происходило после начала осени все остальные работы старались завершить до осеннего нового года то есть до 1 сентября существовало и по вере якобы в полях в это время бродила светлая сила охраняемый лен и не пускающий детвору играть среди нее наши предки звали ее льняница ее образ передавался с поколения в поколение и чаще всего ее описывали как молодую девушку с небесно голубыми глазами и русыми волосами также садах выбирали последний урожай яблок поскольку после их убирали на длительное хранение прохладное помещение то требовалось тщательно осмотреть каждый плотно отсутствует червоточины порезов народные целители в этот день принимали у себя больных считалось что на фадеи хорошо поддаются лечение любые наружные травмы ссадины пореза рана многие в этот день проводили магические ритуалы и читали заговоры обязательным условием при этом было быть одетым в одежду из льна таким образом человек отдавал дань традиции если кто-либо собирался дальний путь это на прощание мы клали в карман небольшой высушенный стебелек и льна считали что так путешественника будет сулит удачи сновидения в этот день неоднозначны с одной стороны реалистичные яркие смеи действительно могут жить и в реальности а с другой если сон тяжелый то лучшим решением будет заняться своим внутренним состоянием и им как обычно по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложится спать обязательно проговариваем такие слова я благодарю вселенную за удачу которая нам не посылает каждый день повторяем один раз и вы посмотрите что каждый день для вас будет самым удачным